Истребители типа F-16 Украине нужны уже сегодня, но есть риски, Игнат. В условиях полномасштабной войны с Россией, наша страна нуждается в истребителях типа F-16. Однако перед тем, как их получать, нужно наладить необходимую под самолеты инфраструктуру, инженерию и подготовить наших пилотов. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пока еще не ведется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16. Пока США выделили 100 миллионов для того, чтобы их Обучение РЭД Реализовать в 2023 году Но для этого надо определиться с типом самолета, который нам предоставят наши партнеры. «У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, которые уже имеют определенный опыт и знание языка», — говорит Игнат. «В чем задержка передачи самолетов?» Спикер воздушных сил объясняет, что эти истребители — это уже некая вишенка на торте, то есть самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники, но их не так. Просто нам их передать. Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала тея в 16, едва ли не 6 лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители, — привел пример Игнат. Впрочем, он отмечает, Украина оказалась в патовой ситуации, когда они нам нужны уже и сегодня. А это невозможно. Ведь они требуют не только обучения пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, военных инженеров. Эти американские истребители достаточно. Привередливы, — объясняет Игнат. В-третьих, по его словам, нужно адаптировать нашу аэродромную инфраструктуру к этой технике. Это в частности создание средств управления, средств связи и, главное, адаптация взлетно-посадочной полосы. Вместо бетонного покрытия, которое есть у нас, нужно проложить искусственное. В условиях боевых действий это сложно делать. Однако это не будет проблемой, и уже есть определенные решения министерств по совершенствованию. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Наши инфраструктуры под западную технику, — рассказал Игнат. Получит ли Украина эти самолеты в рамках Ленд-Лиза? Спикер воздушных сил допускает такую возможность, но говорит, что пока это не является целесообразным. Они, истребители, РЭД, будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово, и пилоты, и инженерный состав, и... Инфраструктура, — подытожил он. Что известно о F-16? Это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения. F-16 пользуется успехом на международном рынке и состоит на вооружении 25 стран, что делает его наиболее распространенным боевым самолетом в мире. Стоимость одной единицы F-16, 1975 год, составляет 4,5 миллиона долларов. При этом модернизированный F-16D-блок 52 стоит на рынке около 34 млн долларов. Напомним, недавно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, заявил, США пока не завершили обсуждение о поставках украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но есть нюанс. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале. РБК Украина в Телеграм.